Здравствуйте, дорогие братья и сёстры! На телеканале Союз Сырковный календарь. Сегодня пятница, 11 марта по новому стилю или 27 февраля по старому. Идёт неделя сырная, масленица. Всю неделю благословляется вкушение любой скоромной пищи, кроме мяса. По уставу божественная литургия в этот день не совершается, а богослужение идёт по постному чину с чтением молитвы преподобного Ефрема Сирина и земными поклонами. И сегодня память. Преподобного Фалаллея Сирийского подвижника V века, преподобного Прокопия Декаполита Исповедника VIII века, преподобного Тита Пресвитера Печерского в ближних пещерах подвязавшегося в XII веке, преподобного Тита Печерского бывшего воина XIV века в дальних пещерах почивающего, святых XX века священномученика Сергия Увицкого и Петра Успенского Пресвитеров и мученика Михаила Маркова. Прославляется икона Божией Матери Межецкая. Именинников мы поздравляем с Днём Ангела. Братья и сёстры, сегодня святитель Дмитрий Ростовский предлагает нам для научения житие одного из подвижников Киево-Печерской лавры XII века. Преподобный Тит Печерский был иноком лавры в сане священника или иромонахом. У него был друг в монастыре в сане дьякона, иродьякон Евагрий. Между ними была удивительная по своей силе и искренности дружба и братская любовь, так что все удивлялись их единодушию. Но дьявол сумел между ними посеять вражду. Они ожесточились до такой степени, что не хотели даже смотреть друг на друга. И когда выдавалось им служить вместе, они отворачивались друг от друга и во время каждения, и в другие моменты службы. В таком пагубном состоянии они дерзали совершать божественную литургию и причащались святых тайн. Много раз братья просили их примириться, но они не хотели их слушать. Однажды по божьему промыслу иромонах Тит так сильно заболел, что уже думал, не останется в живых. Тогда он стал горько плакать о своем прегрешении и смиренно послал к дьякону Евагрию братьев, иноков, сказать ему, «Прости меня, брат, ради Господа, за то, что я оскорбил тебя гневом своим». Но тот не только не простил Тита, но стал еще более поносить его и даже проклинать. Однако братья, увидев, что Тит уже умирает, силою привели к нему Евагрия, чтобы он примирился с братом. Увидев его, больной, приподнявшись, упал к ногам Евагрия, говоря со слезами, «Прости меня, отче, и благослови». Но озлобленный и бессердечный Евагрий отвернулся от брата и перед всеми сказал полные ненависти слова, «Я никогда не хочу примириться с ним, ни всем в веке, ни в будущем». Сказав это, он вырвался из рук братьев и упал. Иноки хотели поднять его, но увидели, что он уже мертв. Они не могли ни сложить ему руки, ни затворить уст, ни закрыть очей, словно он умер уже давно. В это время блаженный Тит встал совершенно здоровым, как будто никогда и не болел. Все ужаснулись, видя внезапную кончину одного и быстрое исцеление другого. Они начали спрашивать блаженного пресвитера Тита, что это значило. Святой Тит поведал им то, что ему было открыто. Во время болезни так начал отец Тит свой рассказ. «Я еще одержимый гневом увидел, как ангелы отступили от меня. Они рыдали о гибели моей души, а бесы радовались, что я имею гнев на своего брата. Посему-то я и начал просить вас, чтобы вы пошли и испросили мне у брата моего прощения. Когда вы привели его ко мне, и я поклонился ему, а он отвернулся от меня, я увидел одного немилостивого ангела с пламенным копьем, коим он ударил непростившего меня, и тот упал мертвым. «Тот же ангел подал мне руку, поднял меня, и вот я выздоровел». Устрашенные рассказом иноки много плакали об умершем Евагрии. Они погребли его, но не смогли сложить ему руки крестообразно и закрыть глаза и уста. Для них это было большим уроком, и они сами стали особенно беречься от гнева, прощая друг другу, всякое слово обидное, помня слова Господа. «Всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду». Преподобный Ефрем Сирин, чья молитва звучит сегодня в храме, сказал, «Если кому случится умереть во вражде, то такового ожидает неумолимый суд». Но особенно изменился сам иеромонах Тит. Видя, как за примирение со своим братом он получил примирение с Богом и был избавлен от смерти не только телесной, но и душевной, с того времени он даже и не думал гневаться на кого-либо, но отбросив всякий гнев, приобрел постоянную любовь к братьям. Блаженный подвижник с того времени всегда имел в своем сердце слова Писания. «Будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов». Как пишет святитель Дмитрий, «Посему и на небесах блаженный Тит удостоился получить упокоение, стремясь к которому он после многих трудов и подвигов отошел к Господу. Святое тело его почивает в одной из печерских пещер, полной святых, как дольнее небо. Духом же он присутствует на небе, куда вознесен руками явившихся ему ангелов». Братья и сестры, мы снова и снова возвращаемся к теме примирения с нашими ближними. Конечно, подчас это бывает очень трудно, особенно же это трудно, когда желание примириться есть только у одной из сторон. «Как обрести душевный мир и покой, когда ты весь исполнен желание разрешить затянувшуюся ссору, а твой ближний хочет ее продолжать?» Главное — нам простить от всего сердца. Потом нужно приложить какое-то усилие для реального примирения, но если оно не выходит, нужно успокоиться и возложить на Господа свое упование. «Нужно молиться за того человека, что находится в озлоблении, и со временем, если сердце ближнего оттает, то Бог пошлет обстоятельства, в которых будет возможно полностью разрешить давнюю расприю. И да поможет нам Господь молитвами преподобного Тита быть со всеми нашими ближними в мире и радости о Духе Святом». Преподобный отче Тите, моли Бога о нас. Всего вам доброго, дорогие телезрители! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok